Африканская чума свиней Инфляция в республике продолжает снижаться. Стремительного роста цен в прошлом году не произошло. Как сохранить положительную динамику обсудили сегодня в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Прогнозы на динамику цен оправдались и даже превзошли ожидания экономистов. В республике инфляция не превысила и полутора процентов. По индексу потребительских цен мы находимся на третьем месте. Ниже чем у нас только в республике Мордовия, а выше в Нижегородской области. По продовольственному группу товара примерно такая же ситуация. Также мы находимся среди лучших. Ниже наш по продовольственному только в Саратовской области, а выше в Ульяновской. В течение прошлого года рынок продовольствия отличался стабильностью. Как я говорю, факт ажиотажного спроса не наблюдалось. Эффективным инструментом против роста цен в региональном Минеке называют конкуренцию на рынке. Для местных производителей в республике открывают ярмарки выходного дня и расширяют сеть фермерских магазинов. Сдержать инфляцию и существенно увеличить долю качественных продуктов такую задачу перед местными властями ставит и президент России. Инфляция у нас на территории Чувашской республики 1,4%. И доходы тоже не такие, конечно, высокие у населения. Поэтому мы этими вопросами занимались и в дальнейшем будем заниматься. Мы реализованы мобильные торговли, выездные торговли. И мы использовали в том числе и трафик сетевых магазинов. То есть вставали рядом сетевым магазином там, где ходит большой трафик населения. Пока не просто договориться с федеральными сетями. К примеру, молоко на пути к магазинным полкам может повыситься в цене на 25%. 19 рублей на сегодняшний день закупочные цены в молоках. Молоком мы обеспечены на 135,9%. Цена, мы говорим, у сельхозтоваропроизводителей не повысилась. Но на полках ни на рубль она не понизилась. Наши перерабатывающие предприятия дополнительно в этом году убавили цены. Вот только на молочку. По всем видам продукции у нас есть анализ на 4%. Но на полках ни рубля снижения мы не видели. Хозяйством тоже нелегко. В целом мы видим. То есть они цены не изменили, а топливо и все остальное ресурсы подорожали на 14% в среднем по прошлому году. С руководителями торговщих организаций надо отрабатывать. Это такое 25%, не менее даже 25% торговой наценки на молочные продукции. Это вообще сверх наглость, по сути дела. Торговля сама не возит, как раньше. Если они сами вывозили с перерабатывающих предприятий, сейчас, наверное, нет ни одной торговой точки, которая сами ездит, соответственно, в пищевые и перерабатывающие предприятия и их забирает. Чтобы торговые сети не снимали с продажи излишние сливки, необходимо принимать действенные меры. Минсельхозе региона предлагают открыть в муниципалитетах ярмарки по продаже молока. Попробовали в Шихазанах, хотя это даже не город, но все, до 11 часов, все молоко, которое было привезено, там все продали. Доступ всех сельских поселений на эти ярмарки они должны обеспечить. Разобраться в ценах, в том числе и на молоко, планируют на ближайшие встречи производителей и руководителей торговых сетей. Медриковалев и Александр Петров, Республика. Как готовятся общественные наблюдатели в Чувашии к предстоящим выборам президента России? Как осуществляется взаимодействие с избирательной комиссией? Насколько готовы избирательные участки, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья? Есть ли какие-то обращения на горячую линию в избирательную комиссию? Эти и другие вопросы обсудили сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев и директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод посещает нашу республику уже не в первый раз. Лет, наверное, 10 назад проводили здесь круглый столб в межнациональной тематике и наблюдаем тоже за процессами. Хорошо, что есть Дом дружбы. Ситуация в вашем регионе стабильная в межнациональном плане. Очень важно, что уже случилось. С давних пор уделяется очень серьезное внимание развитию межнациональных, межрелигиозных связей. На этот раз главная тема – грядущие выборы президента России. Подготовка к проведению избирательной кампании ведется в плановом режиме, сообщил глава региона. Мы на сегодняшний день с Центральной избирательной комиссией рабочие встречи проводим. Соответствующее решение, которое должен был подписать, как глава региона я подписал, мы должны создать максимальные условия, максимально комфортные условия для работы и участковых избирательных комиссий, и территориальной избирательных комиссий, и самой Центральной избирательной комиссии. Очень важная часть предвыборной кампании и, собственно, самих выборов – общественный контроль со стороны гражданского общества. Напомним, что в декабре прошлого года Центральная избирательная комиссия и Общественная палата Чувашской республики подписали соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании. Центральная избирательная комиссия – сотрудничество. Мы с ЦИП очень плотно работаем. Определились, что сейчас идет активное формирование корпуса общественных наблюдателей. Несколько дней назад подписали договор с 20 некоммерческими организациями. Кроме того, у нас появился такой хороший институт, как общественные советы при муниципальных органах власти в Чувашской республике. Корпус этот тоже сформирован. Чтобы общественный контроль был на уровне, московские эксперты подготовили свои рекомендации. Выпущено даже специальное пособие. Планируется обучить около 2,5 тысяч человек. Обучение будет вестись на базе Ранхикс в Чебоксарах. Александр Брод встретился также с председателем Центральной избирательной комиссии Чуваши Александром Цветковым. Старт избирательной кампании хороший. Я надеюсь, что она пройдет в таком интенсивном рабочем ключе. И наблюдатели от общественной палаты сыграют серьезную роль в обеспечении прозрачности и законности выборов. Со своей стороны мы будем всячески помогать, снабжать информационно-методическими материалами. В случае проблемных вопросов также подключаться, советовать, консультировать. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с начальником управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны в ПФО Ринатом Гельмуддиновым. Они обсудили социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в регионе. Глава Чувашии поблагодарил за эффективное взаимодействие в части изучения вопросов интересующих жителей республики. Ринат Гельмуддинов, в свою очередь, подчеркнул, что в Чувашии сохраняется стабильная общественно-политическая обстановка. Вы патриот своего народа трепетно относитесь к всему, что здесь происходит. В учебных заведениях республики повысят уровень безопасности. Последние события в ряде российских регионов показали, насколько незащищенными порою оказываются наши дети. Школы и детские сады должны стать неприступными крепостями. В ближайшее время будет решен вопрос по закупке рамок металлоискателей и дополнительных видеокамер. Это один путь усиления безопасности, другой – усиление воспитательной работы среди подростков, отмечает глава республики. И здесь равную ответственность несут учителя и родители. Кроме того, вероятно, пора обучить школьный персонал вне зависимости от статуса, как грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Начиная с руководителя, начиная с учителя, должны знать, какие превентивные меры должны принять, когда что-то там начинается, какая-то тусовка. Понятно, мы профилактическими мерами занимались и будем заниматься, но на сегодняшний день недостаточно. Это как раз ответственность воспитания наших родителей. Это родители, в первую очередь, отвечают, учителя отвечают. Мы обращались, и Роскомнадзор сейчас будет, наверное, меры принимать. Отдельные такие сети, которые являются угрозой для жизни людей, соответственно, будут закрывать, прикрывать, конечно, значит, поэтапно, по шагу, но сразу это не могут делать. Вот это вообще мода, чтобы вот это не распространилось. Чтобы записать ребенка в первый класс, не нужно по ночам дежурить у школ, а за фиктивную временную прописку можно стать фигурантом уголовного дела. О нюансах приемной кампании 2018 рассказал начальник управления образования станичной администрации. Запись первой классы в Чебоксарах стартует 30 января со школ Ленинского района. 31 числа подать заявление смогут те, кто относится к школам района Калининского. А 1 февраля Московского второй год подряд запись идет через автоматизированную систему Е-услуги образования. Для подачи заявления о приеме ребенка в первый класс родители должны будут заполнить данные на портале образовательных услуг самостоятельно или обратиться в общеобразовательное учреждение в соответствии с территориальным закреплением. В случае подачи заявления через портал заявитель должен в течение семи рабочих дней предоставить школу оригинал документов. Тем, кто хочет отдать ребенка в школу не по месту жительства, советует не прибегать к мошенническим схемам, а подождать до 1 июля, когда будет открыта запись на свободные места. В прошлогоднюю заявочную кампанию в разных микрорайонах города выявлено более 24 фактов временной регистрации с коротким сроком действия. Отмечен факт, когда в одной квартире было прописано до 4-5 детей из разных семей. По каждому случаю были направлены запросы прокуратуру и МВД Почеварской республики, возбуждены три уголовных дела, по одному из которых вынесено обвинительное решение со штрафом 100 тысяч рублей, два других находятся на рассмотрении в суде. С 2018 года в системе пенсионного фонда произошел ряд изменений. Они касаются всех участников обязательного пенсионного страхования. Подробнее о них рассказали на пресс-конференции в отделении пенсионного фонда «Чуваши». С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%. Это выше уровня инфляции прошлого года. Раньше их индексировали только с февраля месяца, поэтому на выплаты понадобятся дополнительные средства. Как всегда мы называем сумму денег, которая направляется на повышение пенсии. В целом данное повышение оценивается в объеме затрат на 2018 год почти полтора миллиарда рублей. В среднем пенсии по старости неработающим пенсионерам повысили на 457 рублей, а средний размер выплат составил 12 900 рублей. Это почти в два раза выше прожиточного минимума. Всего 276 тысяч неработающих пенсионеров в «Чуваши» получили прибавку к пенсии. Еще одно новшество – возобновилась индексация выплаты пенсии после увольнения. В последние годы пенсию начинали выплачивать в полном размере спустя три месяца после ухода с работы. В 2018 году эта процедура тоже занимает три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы. Сейчас после увольнения со следующего месяца выплата пенсии осуществляется с учетом всех индексов, которые при выплате не учитывались. С этого года в России появился новый вид пенсии. Это социальная выплата, предназначенная детям, чьи родители неизвестны. Такое обычно происходит, когда детей подкидывают и нет никакой информации. Раньше они из-за несовершенства законодательства не могли получать пенсию по потере кормильца. Этим детям будет назначена пенсия в размере двух социальных пенсий. Это 10 тысяч 34 рубля 57 копеек. Но надо заметить, эта пенсия будет выплачиваться до достижения 18 лет. Ранее вот такие дети вообще не получали пенсии, конечно, несправедливо. До 18 лет, если они поступят учиться до 23 лет. Если таких детей усыновят в семьях, значит, выплаты данной пенсии прекращаются. Но это на общем основании. Также изменения коснулись и федеральной социальной доплаты. Ее увеличили неработающим пенсионерам до уровня регионального прожиточного минимума. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. Поводом для внеочередного заседания правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии стал факт обнаружения в конце прошлого года на территории республики кабана, зараженного африканской чумой. Это инфекционное заболевание очень опасно для поголовья свиней. Самый испытанный способ борьбы с болезнью регулирования численности диких животных с начала этого года уже добыто 12 кабанов. На территории республики на сегодняшний день действует карантин по африканской чуме свиней среди диких кабанов. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага подходят к завершению. Однако стоит острый вопрос по снижению численности кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особей на 1000 га на территории республики. Госветслужба Чувашии провела 105 мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней. Результаты отрицательные, свиноводческие хозяйства контролируют ситуацию. На внеочередном заседании обсудили положение дел в отрасли по гриппу птиц. Основой профилактики на сегодняшний день в целях предупреждения возникновения является функционирование птицеводских хозяйств в режиме закрытого типа и мониторинговые исследования сыворотки крови птиц и исследование патологического материала павшей птицы. Не удается пока снизить показатели по заболеваемости лайкозом крупного рогатого скота. В прошлом году наибольший процент инфицированности был зафиксирован в Парецком районе. Специалисты проводят там необходимые мероприятия. Снегопад не был сюрпризом, однако коммунальные службы сработали на оценку ниже среднего. Так прокомментировали чебоксарцы ситуацию в столице нашей съемочной группе. Снег начался еще в воскресенье и шел всю ночь. Многие горожане с трудом сегодня утром добрались на работу. Вот так выглядел участок улицы Карла Маркса у площади республики в 10 утра. К этому времени из центра города уже вывозили так называемые снежные отвалы. К состоянию проезжей части нареканий у водителей не было. Чуть хуже дела обстояли в спальных районах города. Более-менее пока вот эти участки зачищены, а вот эти заезды, конечно, там очень плохо. Ну, погодные условия чуть поделаешь. Сложнее всего сегодня днем пришлось пешеходам. Работающая на дорогах техника заваливала подходы к переходам. Их не успевали расчищать. Часто на тротуарах невозможно было разойтись вдвоем. Как сегодня оценивается работа коммунальных служб? Да вообще никак. Ну, сами же ведь ничего не почистено. Оттуда шли, нигде не тишина. Трудновато. Я из себя по Москве еду, в больницу детскую. Там вообще не тишина. По снегу, Владимир Иванович, как работа организована? Более суток идет снег. Рожидается и сегодня, и завтра, и послезавтра. 31 единица КДМ-ки работали всю ночь. Более 20 единиц техники МТЗ для того, чтобы расчищать тротуары вдоль магистральных улиц. После трех часов ночи управляющие компании вывели свою технику. Это порядка 42 единиц. В том числе с утра подключились Зеленстрой, остальные организации. Привести все в надлежащее состояние начальник управления ЖКХ обещал к вечеру. Что касается районов республики, то здесь затруднений движения из-за снега ни на одном участке не было, рассказал министр транспорта. В противном случае встал бы и вопрос о дальнейшей работе тех или иных подрядчиков. В связи с недостаточным качеством выполняемых работ в Ядринском, Красночитайском, Маликовском районах был расторгнут в декабре месяце договор с ООМИЗОН, к чьей работе было много нареканий. Сейчас, на данный момент, по временным контрактам осуществляется хорошая, качественная уборка этих территорий. Между тем, уже завтра, во вторник, Чувашию накроет новая волна снегопадов. И, судя по прогнозу, спокойно спать коммунальные службы не смогут до четверга. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Сергей Адушкин, Республика. 2018 год. Президент страны Владимир Путин объявил годом добровольца. Заявление было сделано на вручении премии волонтерам России в конце прошлого года. Президент уточнил, что это станет признанием заслуг волонтеров перед людьми и оценкой их колоссального вклада в развитие страны. О том, как работало волонтерское сообщество в Ядрине, какие планы строит молодежь на будущее, в нашем сюжете. В жизни по-разному можно жить. Можно в беде, можно в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать, простите, радости. А можно так, на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженное солнце достать и подарить его людям. Спешите делать добрые дела. Девиз фестиваля звучит как призыв. Вокруг столько нуждающихся в поддержке, заботе, милосердии. Жить в обществе и быть равнодушным нельзя, считают добровольцы. Павел Федотов никогда не думал, что пополнит ряды этого общественного движения. В шестом классе ученик Кукшумской школы Ядринского района с постонущего ребенка. Павел лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Я вытащил его на поверхность и, увы, берег был крутой. Пришлось нырнуть еще раз, чтобы оттолкнуться от ила. То есть я должен его поднять наверх и оттолкнуть. Я его должен выбросить. Я выбросил. Теперь подняться самому. Я застрял в уиле. В этот момент я испугался больше всего. Вскоре приехали врачи, и они сказали, что его отвезли в Чапоксары. Он выжил. И в данный момент он участвует в нашей школе. Волонтеров с каждым годом становится все больше. А это значит, что больше становится неравнодушных людей, которые готовы всегда прийти на помощь. В Ядринском районе сегодня 35 добровольческих отрядов. Это 500 человек. Их представители собрались вместе в первой гимназии. Наш девиз! Не жди помощи! Помощи сам! Говорили о том, что сделано и что в планах. Помогаем учителям в организации неклассных мероприятий. Убираемся в школах. Летом приходим убираться. Помогаем учителям. Народу тоже. Нашим односельчанам. Чем? Мы помогаем. В данный момент сейчас помогаем. Надо снег чистить. Пожилым тоже нужна помощь. Если делаешь добро другим, добро возвращается и к себе. Быть волонтером – это значит быть тем, кто всегда придет на помощь. Это значит быть тем, кто всегда откликнется на зов других. Волонтер – это не работа с 9 до 5. Это образ жизни, стиль человека, его идеи и мысли. Добровольческое движение в Ядрине очень развито. Ребята работали в Сочи на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Выпускница 1-й Ядринской гимназии, ныне корреспондент национального телевидения Анастасия Алангина, вошла в состав делегации от Республики. У Насти тоже большой волонтерский опыт, которым она с удовольствием поделилась с ребятами. Первый в этом году День здоровья и спорта прошел в минувшую субботу. Свои двери поклонникам здорового образа жизни открыли республиканские и муниципальные спорткомплексы. 11 стадионов, 73 плавательных бассейна, 37 лыжных бас. Для всех любителей физкультуры и спорта был свободный вход. В этом году Единый день здоровья и спорта, так же, как и в последние 4 года, будет проходить ежемесячно. Даты заранее утверждены. Бесплатно посетить бассейны, спортплощадки, тренажерные залы, катки в феврале можно будет с 17 числа, в марте 24, в апреле 21 и так далее. Напомним, что предварительно нужно зарегистрироваться. За трое суток до Дня здоровья открывается онлайн-запись на посещение спортсооружений. Это все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова